Лето — это солнце. Для детей каникулы, походы, масса времени на природе. Чтобы ничего не омрачало детский отдых, о безопасности стоит позаботиться взрослым. На смену частым простудам приходят так называемые болезни грязных рук и заражения различными паразитами. А как обезопасить ребенка и что нужно сделать, если заражение все же не удалось избежать, узнала Анастасия Новичкова. Лето — пора острых кишечных инфекций. Причем подхватить их можно везде. От плохо помытых фруктов до случайно попавшей в рот воды во время купания в открытых водоемах. Всего в мире известно более 30 видов таких инфекций. И все они очень легко распространяются. Поэтому, если один из домочадцев подхватил эту заразу, то с большой долей вероятности болеть будет вся семья. Кишечные инфекции распространены среди людей любого возраста. Но более всего им подвержены дети до 7 лет. Из-за особенностей поведения и реакции организма на микробы. Преобладают в основном кишечные инфекции вирусного происхождения или так называемые теологии. На первом месте у нас стоят такие возбудители, как ротовирус, норовирус, норфоковирусная инфекция, аденовирусная, астровирусная. Но из этих перечисленных мной инфекций самые частые — это рота и норовирусная инфекция. Все инфекционные заболевания сопровождаются интоксикационным синдромом, повышение температуры и общая слабость. Степень выраженности зависит от тяжести заболевания и сопутствующей патологии. Для кишечных инфекций характерны тошнота, рвота, боль в животе и жидкий стул. При проявлении этих симптомов в более острой форме самолечением заниматься не стоит. Рвота продолжается, состояние ребенка ухудшается, он становится вялым или, например, жалуется на головную боль, чтобы появилась головная боль. Конечно, тогда лучше не медлить и напрямую обращаться либо в службу скорой помощи, либо к своему лечащему доктору. Либо самостоятельно доставить ребенка в ближайший стационар. От заражения кишечными инфекциями никто не застрахован, особенно в летний период времени, когда мы можем позволить себе выпить некипяченую воду из-под крана и из родников. При этом мы пьем больше воды, которая разбавляет желудочный сок, ослабляя его защитное действие. Чаще употребляем свежие фрукты и овощи, которые не всегда тщательно моются. Из-за высоких температур продукты портятся быстрее. При нарушении условий сроков хранения в них размножается множество опасных микробов, хотя признаки порчи могут быть практически незаметны. Также причиной может стать контакт с почвой или загрязненными водоемами, особенно там, где обитают водоплавающие птицы. Поэтому не стоит забывать о соблюдении гигиены и мерах профилактики.